Суббота И мы ключевой, как нам кажется, вопрос, возможен ли вот на сегодняшний день, на сегодняшний момент некий компромисс между жителями и властями, между жителями и заказчиками этого строительства. Давайте дадим слово сегодня только им, одним, ну и мэру Казани, конечно. Это мой город, мы за чистый воздух, и мы хотим и будем добиваться. За чистый воздух! По состоянию на сегодняшний день, то есть по состоянию, когда стороны, власти и жители лишь успели заглянуть в глаза друг другу, можно констатировать все при своих. Единого мнения в деталях вы Васинова, например, не встретите, но ход мыслей в целом просвеживается. Вот, в частности, что думают люди здесь о возможности того самого компромисса. Но компромисса нужно с народом находить. Почему нельзя? Если дело, как мэр сказал, если дело стоит в инфраструктуре, весь вопрос в инфраструктуре, и здесь она наиболее подходящая. Ну, вы как заботитесь о здоровье населения и устраиваете универсиаду, как популяризация спорта, здорового образа жизни, то деньги на инфраструктуру тоже же можно тогда найти и сделать на более безопасном расстоянии завод. Ну, хотя бы уж 25-30 километров от населенных пунктов, которые уже существуют. Почему с самого слепого не начали? Подговорили вы туда эту печку? Хорошо. Вопрос, что есть? Я вам отвечу. На встрече с жителями Казани и Зеленодольского района Эльсур Медшин косвенно прокомментировал эту идею о строительстве завода совсем вдали от населенных пунктов. Если прислушаться, то можно услышать, что это невозможно. Огромное количество электроэнергии, газа, воды, канализования и соответствующих дорожной инфраструктуры, которая не во всех точках Казани есть. И нет 10 гектар свободных, нет количества тех условий, которые я все перечислил, поэтому выбрана эта площадка. К жертву никто никого не приносит. То есть выбрать любое другое место для строительства не получится. Просто потому, что любое не подойдет. Посреди колхозного поля, вдали от Казани, завод вообразим лишь в мечтах. Видно, так бы и сделали, если бы могли. Поэтому компромисс, если он вообще здесь достижим, наверное, не в этом. В четверг мэр предлагает создать рабочую группу, в том числе и из местных жителей. Группу, которая оценила бы к лету все риски, ознакомилась бы лично с европейским опытом и пришла бы к выводам на основе опыта, а не домыслов. Но даже это пока движется с трудом. Я это сформулировал. Давайте вместе, рабочие группы. Мы сейчас что, пришли? Голосовать, что ли? Мы пришли обсуждать проблему. Я вам, как мэр, говорю, проблема громадная. И она растущая на 5%. В тысячах тонн растущая. Не в килограммах, не в кубометрах, а в тысячах тонн. Условия мы уже создаем. Давайте мы сначала внедрим консортировку. На это уйдут годы, возможно, десятилетия. И только потом мы будем ставить вопрос о строительстве завода. Сейчас это решение преждевременно. Аргументы жителей небезосновательны. И речь в конечном итоге вот о чем. Каким бы ни был суперсовременным завод, а наш завод по плану таким и будет, сжигать все подряд на нем все-таки не стоит. Европейские заводы, которых сотни, так не делают. Раздельный сбор проблему вроде решил бы, но сколько воды утечет, пока каждый из нас заведет дома по 3-4 мусорных ведра. Мэр считает, что надо начинать перестраиваться уже сейчас. Жители считают, что надо подождать пару десятилетий. Удается ли найти компромисс в этом вопросе, отчетливо слышно через два дня после встречи с мэром в субботу на стадионе Васинова. Да, а у них японская технология, а наши, извините, подвиньтесь, наши пожалеют такие деньги, такую технологию поставить. А давайте вы свою семью в радиусе 5 километров поселите около этого завода, пожалуйста. Если вам это будет убедительно, я готов в Николаевке приобрести земельный участок. Построю дом и там жить. Проблосуточно. Готов. Дмитрий, дорогой, готов. У меня четверо детей. Достаточно будет, если один из них там будет жить в Николаевке. А я буду приезжать на выходные. Как ни парадоксально, но обе стороны борются за чистый воздух, лишь разными методами. Видно, что исполком всеми силами старается встать в один ряд с протестующими. Но сходу, конечно, не удается. Ну, сами посудите. А можно ли сходу ответить вот на такой вопрос? Слушайте, ну хватит, ну сколько можно бороться? А теперь вы нас решили еще и отродить. Кера, давай. АПЛОДИСМЕНТЫ И не знаю, что он нам будет зарабатывать, и вы будете ползать, как крысы. Мы, уважаемые... Спасибо, мэр, Маджему, спасибо. Вы, чтобы не дохли, как крысы, мы первыми в России рекультивировали свалку с захоронением в 46 миллионов тонн. Вот это моя работа. Это моя работа, которую я, как мэр, сделал для того, чтобы, как вы говорите, не дохли, как крысы. Эту дорогу проходить мы не хотим. Итак, компромисс пока не видел. О чем-то можно будет говорить тогда, когда будет создана рабочая группа, если она будет создана. Это нужно хотя бы для того, чтобы выплыть из этого омута, из полунамеков, нападок и клеветы и очертить список возможных вопросов. Трудность не в движении по выбранному пути. Трудность в выборе этого пути. Михаил Любимов и Андрей Мохов. Семь дней. Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова